Приветствую вас в свежем утреннем брифинге. На дворе среда, 24 ноября, и сегодня немножечко особенный день, потому что впереди длинные выходные в США, а позади, ну, смешные и абсурдные события, как казалось бы. Байден раскрывает стратегические запасы нефти, но вместо того, чтобы падать в цене, нефть растет. Сегодня я вам расскажу 4 причины, почему это происходит. Мы с вами предположим, куда же все-таки двинется нефть по итогу, и обсудим кучу других важных событий. Турецкая лира, газ, биткоин, когда он начнет падать. В общем, давайте начинать с вас традиционно. Лайк, подписка, несколько слов, комментарии. Поехали. В принципе, я думаю, что для вас уже не новость, что США выпустят 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов. Информация об этом уже опубликована на моем канале. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Здесь у нас оперативная информация, и здесь разбивка по странам, кто и сколько добавляет нефти. И раскрывает Байден стратегические запасы для того, чтобы сбить цены на нефть. Но он опять лоханулся, потому что вместо этого цены выросли. Первая причина заключается в том, что стратегические запасы, которые расчехляют Байден, это по большому счету высокосернистая нефть, которая отличается высоким содержанием серы, что требует дополнительной переработки, для которой обычно используется природный газ, цена которого выросла вдвое. Соответственно, существует большая вероятность того, что эта нефть не будет браться в переработку. Она будет просто-напросто экспортироваться. Причем экспортироваться будет в тот же самый Китай и в ту же самую Индию. И понимаете, в чем абсурд? США расчехляет свои запасы для того, чтобы в конечном итоге пополнить запасы Китая и Индии, где, кстати, запасы коммерческие тоже на рекордных минимумах. И это подтверждает вторая причина. Дело в том, что США в октябре уже отгрузило около 1,6 миллиона баррелей нефти из своих стратегических резервов, причем это ежемесячный рекорд, и эта нефть была погружена на супертанкеры в Мексиканском заливе и отправлена в Азию. Этот пример наглядно показывает, что нефти переработчикам США такая нефть нафиг не нужна. А значит и цены на бензин тоже снижаться, вероятно, не будут. А именно для этого Байден и расчехляет свои запасы. Третий факт, почему нефть не начала снижение, заключается в арбитраже. Дело в том, что США распаковывают свои запасы, и это давит на цены на нефть марки WTI. В результате этого мы видим, что спред между нефтью марки Brent и нефтью марки WTI достигает на данный момент отметки 4,2 доллара. На уровне 4,5 долларов вступает в игру арбитражеры. Постоянно, начиная с весны 2020 года. Как только спред достигает отмечки 4,5, мы видим, как он начинает снижаться благодаря их действиям. Арбитражеры покупают сырую нефть марки WTI и продают нефть марки Brent, тем самым делая снижение нефти марки WTI более сглаженным и более затрудненным. И четвертый факт заключается в том, что Байден своими действиями наступает на те же самые грабли. Билл Клинтон был последним президентом США, который 21 год назад задействовал резервные запасы нефти страны с целью борьбы с высокими ценами на нефть. Осенью 2000 года цены на нефть тоже достигали рекордного значения 36 долларов за баррель. И это были не просто времена, это была предвыборная кампания. И чтобы сбить цены на нефть и, соответственно, сделать бензин подешевле, вице-президент Эл Гор призывал Клинтон тогда использовать запасы правительства. На следующий день, 22 сентября, Клинтон выпустил 30 миллионов в баррель стратегического нефтяного резерва, что помогло снизить цены на нефть немногим более до 30 долларов примерно за неделю. Но две недели спустя они вновь вернулись к отметке 36. И только после ноября цены на нефть начали снижаться, но это произошло по другим причинам. Сегодня Байден делает ровно то, что Клинтон делал 21 год назад. Тогда ничего не получилось. Соответственно, вероятность того, что получится что-то сегодня, тоже небольшая. Но вот что у Байдена получилось, так это разозлить ОПЕК+. 2 декабря ОПЕК соберется на очередной министерской встрече, где будет приниматься решение о дальнейшем увлечении объемов добываемой нефти. Цена на нефть залетела потому, что инвесторы посчитали, что ОПЕК возьмет паузу в увеличении объемов добываемой нефти. Я думаю, что в этой истории точка еще не поставлена. ОПЕК внимательно последит за тем, как будут распределяться объемы этих стратегических резервов, какие объемы в действительности будут и самое главное, как на все это дело отреагирует цена. Если цены на нефть не будут стремительно заваливаться, то я сомневаюсь, что ОПЕК плюс встанет на паузу. Они скорее увеличат объем добываемой нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Да, это будет оказывать давление на нефтяные котировки, но в принципе мы к этому с вами готовы, потому что уже в четвертом квартале этого года сами же ОПЕКовцы говорят о том, что дефицит нефти превращается в профицит. Так что на мой взгляд цены на нефть при прочих ранных могут взлететь, только если ОПЕК не станет добавлять новые 400 тысяч баррелей в сутки при добыче. Во всей остальной ситуации текущий рост так либо иначе перейдет в снижение, просто потому что впереди профицит. Соответственно техническая картина цен на нефть в принципе особо не меняется. 83-80-82 ровно это большое сопротивление и пройти его будет крайне-крайне сложно. Все что вверх это все коррекции, которые конечно может превратиться в тенденцию, но для этого нужно чтобы произошли какие-то новые фундаментальные факторы. Ну а пока этого на мой взгляд нет. То же самое относится и к нефти марки Brent. Здесь у нас 85-75, 84-40. Это та самая шапка, которая может стать серьезным препятствием в дальнейшем росту для цен на нефть. Ну а глобально планы на нефть на мой взгляд не изменились. Ближе к началу 2022 года цены должны снизиться. Есть мысли и о факторах, которые позволят снизиться и биткоину. Интересное наблюдение нам дает Bloomberg. 100-дневный коэффициент корреляции биткоина и S&P 500 составляет 0.33, что является одним из самых высоких показателей за этот год. Это означает, что когда растут акции, биткоин скорее всего тоже будут подрастать. А так как мы ранее с вами наблюдали, что биткоин очень хорошо в этом году коррелирует с ожидаемой инфляцией, то мы с вами можем теперь предположить, что если ожидаемая инфляция пойдет вниз и фондовый рынок тоже пойдет вниз, то и биткоин, глядя на всю эту корреляцию, тоже может оказаться под давлением. Ну а что должно произойти, чтобы фондовый рынок и ожидаемая инфляция начали снижаться? Правильно, повышение процентных ставок. Как только повышение процентных ставок со стороны ФРС будет фактом неизбежным, это будет скорее оказывать давление на фондовый рынок и на ожидаемую инфляцию. И соответственно биткоин при этих условиях тоже может начать свое снижение. Надеюсь снижение будет не такое резкое, как у турецкой лиры, которая за этот год потеряла 35% к доллару США. Но вчера Эрдоган и глава турецкого центрального банка встречались и разговаривали о чем-то. Непонятно о чем, об этом информации нету, но очевидно, что обоих беспокоит турецкая лира. И соответственно какие-то мероприятия, я думаю, они смогут придумать. Мероприятие, которое похоже остановит ослабление турецкой лиры. Она кстати падает не только потому, что Эрдоган, балбес и доллар США дорожает, еще и сами инвесторы подстегивают турецкую лиру. По оценке Bloomberg, падение лира обусловлено не только действиями турецкого банка и ФРС, но и негативным сантиментом, который испортился в марте после неожиданного увольнения главы центрального банка. И усилились в последнее время в результате политически мотивированным снижением процентных ставок. На этом графике мы с вами четко видим, что конкретно добавляет в ослабление турецкой лиры. Здесь у нас, ну скажем, треть это рост самого доллара США. Четвертая или даже пятая часть это по большому счету монетарная политика Турции. И огромная доля добавляется именно негативным сантиментом. Другими словами, трейдеры и инвесторы ожидания падения лиры сами в основном и обеспечивают это падение. Если вдруг мы с вами увидим смену монетарной политики или смену главы центрального банка Турции или риторику Эрдогана о том, что они не будут больше понижать процентную ставку и будут бороться с инфляцией другими путями, то резко сменится рыночный сантимент и соответственно мы с вами можем увидеть резкое смену настроений в турецкой лире. Поэтому кто там находится в лонгах по доллар-рублю, думаю, что позиции можно закрывать, ехать за очередной машиной. Ну а шортить этот инструмент пока фундаментальных факторов нету, если только предполагать, что они появятся. Но это большой риск. В Европе продолжает ухудшаться ситуация с электроэнергией. Из-за надвигающихся холодов на Европу мы с вами наблюдаем, как дикими темпами и рекордными темпами растет стоимость самой энергии. И сейчас бы самое время продавить сертификацию Северного потока-2, но к сожалению она приостановлена до тех пор, пока компания, которая будет оператором трубы на территории Германии, не станет немецкой компанией. Когда это произойдет мы с вами не знаем, но США уже на всякий случай приготовились. Госдеп заявил, что США продолжат вводить санкции против газопровода Северный поток-2. Какие конкретно санкции пока неизвестно, но в принципе это риски. Риски для Газпрома и риски для Северного потока-2. Хотя нам ли не привыкать жить под санкциями? Мы народ сильный, переживем. Ну и небольшой лучик надежды в вопросе геополитики промелькнул вчера. В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре начальника генштаба РФ Владимира Герасимова и председателе комитета начальника штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли. В общем они поговорили о том, что творится на территории близких границ Украины. Вроде бы там договорились о чем-то, успокоились. Ну и наш фондовый рынок тоже в принципе на этом и успокоился. Отчего и скорректировался. И такая реакция рынка подтверждает, что геополитика оказывает серьезное влияние на наш российский фондовый рынок, на наш российский рубль и на наш российский государственный долг. Запланированных на сегодня событий достаточно много, но здесь запасы нефти. Я думаю, что они не важны в контексте того, что творит Байден и ОПЕК+. Так что нефть живет другой темой. А вот публикация протокола ФОМС, которая публикуется сегодня в 22.00, вроде бы казалось бы должна дать реакцию на рынок, но вряд ли. Потому что это публикация тех протоколов, где описано решение двухнедельной давности. В принципе мы все это уже давно переварили. Вероятность того, что там будет что-то новое, на мой взгляд, небольшая. Ну и соответственно реакция рынка тоже небольшая. Ну и не менее важный момент. Завтра начинается день благодарения, послезавтра черная пятница в США. Биржи будут работать в сокращенном режиме и вообще как попало. Кстати, фондовые площадки завтра вообще в США не работают, что дает нам повод задуматься о том, что возможно сегодня будет некий фиксинг. Либо в фондовом рынке, либо в долларе США. То есть мы можем с вами увидеть коррекцию S&P 500 и коррекцию индекса доллара просто потому, что неудобные позиции закрываются на длинные выходные. Их будет 4. Ну и напоминаю, что на моем проекте Finprofit тоже есть черная пятница, которая тоже заканчивается этой неделей. Потому что в принципе и два дня осталось, и два места осталось. Так что кто хочет, успевайте. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что места занимаются не тогда, когда вы создаете заказ на странице по ссылке в правом верхнем углу, а тогда, когда этот заказ проплачивается. До этого момента вами место не забронировано. Так что для желающих у вас два дня и несколько часов, иначе заказы превратятся в тыкву. Ну а мы с вами переходим к технической картине и специальная трансляция для спонсоров. Briefing Insight уже доступна на этом канале в правом верхнем углу. Прямая ссылочка на запись, смотрите. Там все коротко, но зато есть новые краткосрочные и среднесрочные идеи в целом. Ну а по большому счету ничего сверхнового мы с вами не увидим. Единственное, что вот евро к доллару фундаментально мы с вами можем двигаться вниз, но из-за сегодняшнего возможного фиксинга индекс доллара может снижаться, и соответственно евро к доллару тоже может подрастать. Так что коррекция вглубь этой зоны 1.1270-1.1390 вполне возможна. Но все-таки это будет скорее коррекционное движение, чем основное. Правда оно может затянуться на несколько дней, так что не ждите тут каких-то диких движух. Ну а из разницы монетарной политики, проводимой ФРС и ЕЦБ, евро к доллару все-таки фундаментально должно подтягиваться вниз. В индексе доллара соответственно все то же самое. Мы можем с вами получить, а можем кстати и не получить коррекцию из-за этого фиксинга, из-за закрытия позиций перед длинными выходными в США. 96.20-95.40 это то место, куда может откорректироваться. Технически может все это провалиться и чуть ниже, особенно на тонком рынке. Но все-таки основное движение здесь пока вверх, и все что вниз это все коррекция. Турецкая лира, о ней говорили много. Конечно взлетело очень сильно. И то тот факт, что здесь дикая волатильность, говорит нам о том, что участников рынка далеко немного. То есть очень маленькие заявки разгоняют котировки очень-очень сильно. Вполне возможно, что турецкий банк тут вмешивается. В общем здесь все плохо с ликвидностью. Похоже, что просто-напросто вытрахли мозг всем участникам рынка. И вполне возможно, что как я говорил раньше, если риторика сменится, то и направление тоже сменится. Шортить, ну дело такое очень-очень рисковое, на мой взгляд. Ну попробуйте. Цена на биткоин. Пока мы с вами предполагаем, что в этом боковике мы поторгуемся. Но опять же, сегодня говорил о том, что и снижающиеся инфляционные ожидания могут давить на биткоин. И снижающийся, возможно, фондовый рынок из-за фиксинга перед длинными выходными тоже могут давить на биткоин. Так что не ждем пробой 53.858, но все-таки ни в коем случае не исключаем. Так что если боитесь получить просадку, боитесь получить падение, наверное, лучше в этом смысле не залазить. Наш российский рубль вчера откорректировался к доллару США, но это скорее была коррекция. И в принципе 74.300 тот уровень, который мы с вами ставили как место для безубытка, даже не был пробит. Сегодня вполне возможно, опять же, из-за закрытия позиций, из-за тех настроений, которые есть в геополитике, мы с вами можем продолжить коррекционное движение, все-таки снижение. Но 73.900, 72.600, на мой взгляд, как была возможной поддержкой, так оно и остается. Так что все, что вниз, все коррекция, все, что вверх движение основное. Цель 75.100 и 76.250 тоже вполне возможно. Можно, соответственно, увидеть доллар к рублю по 73 вновь для нас-то с вами, ну, скажем так, вероятность немаленькая. СМП 500. Здесь 4710, 4743 я выделил как некое сопротивление. От него, в принципе, можно пошартить, если вы считаете, что фондовый рынок будет заваливаться на закрытие позиций и вообще на каких-то изменениях. Но знак вопроса просто потому, что шартить рынок в текущей ситуации, мне кажется, достаточно опасно. Так что со всеми там стопами, риск-менеджментом поосторожней. Ну, а так, в целом, я бы не прочь, на самом деле, прикатиться на движение вверх, если, конечно, падение состоится в зону 4.590, 4.502, соответственно, не состоится, не знаю. Наш российский фондовый рынок тоже подрос, тоже на позитиве, на неком сдувании геополитической напряженности. Ну, и опять же, скорее, это коррекция, о которой мы в целом с вами говорили. Хотя, кстати, сегодня в брифинг-инсайде мы внимательно посмотрели на эту ситуацию и обнаружили, что на самом деле здесь есть активность покупателей. То есть на этом уровне 163 тысячи ровно и 158 300 есть спрос на этот актив. Так что, хоть и мы говорим о том, что движение вниз основное, но похоже, что вот этот нижний баланс пройти будет крайне-крайне сложно. Здесь либо большая зона, смотрим какие-то короткие позиции, либо маленькая, все зависит от риск-менеджмента, но вот этот момент может работать как сопротивление, а вот этот момент может работать как цель. Натуральный газ здесь у нас подросли, ну, потому что там проблемы с электроэнергией в Европе, но в целом каких-то особых изменений на самом деле нет. Движение вниз это то движение, которое я жду, но я не жду, что оно произойдет прямо сегодня, я жду, что оно вообще произойдет к середине декабря, или даже ближе к окончании. Ну и цены на золото проваливаются, достигли всех наших целей, которые есть в Briefing Insight, за что, собственно, и замечательно. А вот вопрос, где можно покупать? Ну, выделю большой диапазон 1765-1680. Здесь вполне возможно будет найден спрос, но нужно, чтобы до туда, а, доехали, во-вторых, чтобы было видно, что спрос есть. Пока это разговор не сегодняшнего брифинга. Ну и несмотря на то, что завтра день благодарения в США и фондовые площадки в США не работают, и послезавтра тоже, по большому счету, будет сокращенный режим, все равно Briefing Insight будет публиковаться, мы с вами будем обсуждать новости, так что подписывайтесь на этот канал, отмечайте видео колокольчиками, чтобы не пропустить новые выпуски. На всем все, до завтра, пока!